Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа подвел к первой итоги работы за год и наметил вектор деятельности на будущее. В числе первоочередных задач – строительство нового здания туб-диспансера и инфекционного отделения. Крайне важно сделать медицинскую помощь для населения доступнее и качественнее. О том, чего уже удалось добиться и что еще предстоит сделать, рассказала руководитель ведомства Мнинель Семяшкина. Первым делом Мнинель Семяшкина доложила о положении дел в системе здравоохранения округа. Насущный вопрос кадровый. По-прежнему не хватает медицинских специалистов, в первую очередь укушеров. Пополнить врачебные ряды должны молодые специалисты, обучению которых в округе уделяется особое внимание. В этом году получать знания в высшие учебные заведения уехали 22 студента. Но здесь проблема, к сожалению, в том, что возвращаемость у нас далеко не стопроцентная. И это связано даже не с тем, что граждане не выполняют договора, а проблема в том, что, к сожалению, качество наших желающих учиться, на врачей, не все могут учиться до конца. В этом году из пяти поступивших выкусилась только одна терапевт. Она приехала, сейчас уже стоялся, пусть не было. И все же не могут не радовать цифры. Начиная с прошлого года в округ приехало полсотни специалистов самых разных направленностей. В свою очередь Игорь Кошин поручил провести работу по популяризации профессии врача среди старшеклассников. Немаловажный вопрос, который обсудили – диагностика онкологических заболеваний. Со следующего года, как рассказала Нина Ильсимяшкина, более детальное обследование можно будет пройти, не выезжая за пределы округа. Кроме того, крайне важно сделать все необходимое, чтобы опасные болезни выявляли как можно раньше. Предстоит также решить проблему с низким качеством интернет-связи на селе, что тормозит работу медицинских учреждений. Что касается льготного лекарственного обеспечения, то необходимыми препаратами обеспечены все нуждающиеся, а это более 16 тысяч человек. Самая большая проблема – это повышенное ожидание федеральных льготников, что им должны предоставлять льготы на региональном уровне какую-то большую, чем предоставляем на федеральном уровне. В настоящий момент у нас абсолютно одинаковая закупка лекарств сделана и на федеральном уровне, и на региональном. Раньше была проблема, что на федеральном уровне закупались более дешевые лекарства, на региональном – более дорогие. Сейчас у нас абсолютно эти знак конкурсы проводятся вместе и закупаются эти знаки у вас. Доложила Нина Семяшкина и о положении дел на рынке труда. По-прежнему велико число трудящихся нелегально и получающих зарплату в конвертах. С этим тоже предстоит что-то делать. Поэтому вот просьба в рынке труда, разберитесь в разрезе муниципальных поселений, по каждому поселению. У нас происходит уникальная ситуация. Мы выделяем средства на ремонты, на содержание поселений, на стройку. У нас происходит картина следующая. Приезжают бригады со всей страны, наши жители почему-то не работают. Да, 40%. Наши жители почему-то не хотят. О мерах социальной поддержки. Сегодня в округе ими охвачено 80% населения. Игорь Кошин отметил, помощь должна быть адресной. Призвал губернатора больше внимания уделять развитию спорта и профилактике здорового образа жизни. Валерия Стрежнева, Александр Кожевников, Телеканал Север.